Святейший Патриарх Московский в Сея Руси Кирилл посетил Алексеевский Ставропегиальный женский монастырь столицы. В храме всех святых представитель Русской Церкви принял участие в вечернем богослужении. В Алексеевский монастырь визит Святейшего Патриарха состоялся в дни Страстной недели. На Малом Повечерии Святейший Владыка читал три песни в триоде на утренний Великого Четверга Евангелия. «Избави нас, Иисусе, спаси наш, от листи лукавого и напасти, приньше Богородицу молящуюся, и пристану, мать его есть, и Боже, тебя умолите». Сегодня Алексеевский монастырь самый молодой в московской городской епархии, но место это освящено молитвами и подвигом предыдущих поколений монашествующих. Своё начало Алексеевский обитель ведёт с середины XIV века. С приходом к власти большевиков монастырь был разорён и упразднён. Его возрождение началось в 1991 году, и сегодня здесь снова соединяется некогда разомкнутая цепь духовного преемства. «Слава, вышне Богу и на земле мир, человек за благоволение! Господи, усне моя, отверзнейшие уста моя, возместя в полу твою!» В Храме Всех Святых в этот вечер вместе с Патриархом молилась священство Алексеевского монастыря, настоятельница и насельница обители, прихожане. По окончании богослужения Игумения Ксения поблагодарила Патриарха за внимание к обители и преподнесла в дар изображение спасителя в терновом венце. Предстоятель обратился к собравшимся с первосвятительским словом. В таком большом городе, как Москва, где живут люди разных национальностей, принадлежащие к разным религиям, по-разному относящиеся вообще к вере, церковная жизнь, христианская жизнь имеет очень большое духовно-просветительское значение. Мы никогда не возродим по-настоящему былой духовной связи Руси, если сами не обновимся, если в нашей жизни не отобразится Евангелие. Патриарх обратил внимание на то, что для нравственного развития человека больше пользы приносят не сказанные правильные слова, а реальные примеры, и свидетельствуют это о том, что живое нравственное чувство существует. Вот почему наша проповедь, она осуществляется не в пустыне, и семена способны упасть на плодородную почву. И пусть не смущает нас внешний вид современного человека, особенно молодого человека, его образ жизни, нужно помнить, что почва благородная. И только не лениться сеять семена божественной правды и словом, и делом, и своей собственной жизнью. И в первую очередь к этому призваны монашеские. Патриарх поблагодарил за труды игуменью обители и в связи с 45-летием со дня рождения наградил матушку Ксению медалью святой равноапостольной княгини Ольги. Сестрам обители святейший владыка передал экземпляры Евангелия и пасхального последования.